Да пусть мы с вами на нашем месте, мы поступили бы так, как мы. На сцене молодежного центра «Восход» разворачивается инсценировка оскароносного мюзикла «В джазе только девушки». Четыре мамы, одеты по моде первой половины 20 века, демонстрируют танцевальные, вокальные и артистические таланты. Некоторым мамам помогали на сцене собственные дети, как, например, Станиславе Кузиной. Алине Евменевой на выручку в конкурсе подоспел супруг. А вот семья Морозовых вышла на сцену в полном составе. Мастерство вокала и танца в финалистке конкурса «Супермама-2019» оттачивали четыре недели и месяцы ушли на отборочные этапы. За это время девушки успели подружиться. Сейчас обсуждаем, что надо встречаться регулярно, что тяжело раздаваться. Тренировались практически через день. Так что между работой и все свободное время отдавали тренировкам. По две тренировки в день у нас обычно было. Конкурс «Супермам» традиционный и регулярно проходит в Химках в преддверии Дня матери. Такой конкурс дает нам возможность работать с таким непростым сообществом, как молодые мамочки, у которых не всегда много времени, но очень много желаний, очень много талантов и очень много сил для того, чтобы их свободное от заботы за детьми время как-то реализовать. По итогам конкурса все девушки получили ценные подарки. Ну а «Супермамой-2019» по итогам голосования жюри стала Ксения Котляр. Победительница поблагодарила своих подруг, родных и друзей за помощь и поддержку. Спасибо вам большое. Для меня это очень важно. И что сегодня произошло, это переломный момент в моей жизни. Спасибо.